Для этого данный случай избрания меры пресечения в отношении подозреваемого является исключительным. Суд не соглашается с доводами подозреваемого защитника об избрании Еселенко более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста. Данные доводы сами по себе не являются безусловным основанием для вывода о невозможности избрания Еселенко меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, избрание в отношении подозреваемого Еселенко и меры пресечения в начальной стадии расследования, по мнению суда, Не исключит самовозможность для него скрыться от органов следствия суда, либо иным образом препятствовать производству по делу, что не будет отвечать задачам уголовного судопроизводства. Кроме того, по уголовному делу продолжается формирование доказательств. Порядок задержания Селенко, предусмотренный статьями 9192 УПК РФ, соблюден. Сведений о наличии у Селенко заболеваний, препятствующих его содержанию в следственном изоляторе, не имеются. В случае необходимости соответствующая медицинская помощь может быть ему оказана в условиях содержания под стражей. Кроме того, подозреваемый, либо его защитник, вправе обратиться с ходатайством о проведении медицинского судействия на предмет наличия или отсутствия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. С учетом изложенного суд считает необходимым избрать в отношении подозреваемого Селенко меру пресечения без заключения под стражу. На основании изложенного руководства статьей 108 УПК РФ в суд постановил избрать подозреваемого Селенко Михаилу Романовичу меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием ПКУ СИЗО 1.2.7 России по Саратовской области на срок 2 месяца, то есть до 21 мая 2018 года включительно. Настоящее постановление может быть обжалено в Саратовском областном суде, че не будет обсуждаться дня его вынесения. Продолжение следует...